Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! И мы продолжаем изучать Тору, продолжаем молиться Всевышнему, продолжаем делать добрые дела, продолжаем заниматься самым важным тем, ради чего создан человек. Ради Торы, ради молитвы, ради добрых дел. Значит, сегодня Рушходыш Адар. Да, Рушходыш Адар это самый веселый месяц, самый сильный месяц, самый такой наполненный радостью месяц. И я уверен, что с сегодняшнего дня все пойдет только в улучшение. Все пойдет в улучшение, начиная с сегодняшнего дня, просто это чувствую, знаю, уверен. И мы с вами, Гриша Цибульский особенно, мы вносим огромный вклад, огромный вклад в то, что устанавливается в мир. Даже мы не представляем себе, насколько важны молитвы каждого из нас, псалмы каждого из нас. Вот этот урок Торы, он просто производит на небе переворот в сторону света, добра. И я думаю, что сегодня с Божьей помощью и нашими молитвами установится мир. И вот как раз новая такая точка отчета, новая луна, Рушходыш Адар. И пойдет сейчас прямо увеличение Божественного света, а в Песах придет Машеах. То есть мы видим сейчас уже прям конкретное, конкретное, прямо вот, вот оно все. Божественный свет наполняет мир всегда как роды. Знаете, как есть роды, и во время родов рождается новая жизнь, но женщине больно. И так сейчас миру больно, рождается новая реальность, позитивная, хорошая реальность. И в этой новой, позитивной, хорошей, доброй реальности это как схватки. Так и называется, родовые муки перед приходом Ашеха. И говорили наши мудрецы, что в древности они говорили, мы ждем, что придет Машеах. Но вот кто-то, я не помню, кто говорил, я бы не хотел жить в эпоху, когда он придет. Потому что будут конкретно родовые схватки. Вот мы сейчас видим родовые схватки, прям конкретно мир трясет, трясет. Вот, значит, вот у меня даже коты на балконе воюют, воюют между собой. Инстинкты, инстинкты у них прям шипят друг на друга и воюют. Хорошо. Значит, сегодня у нас 30-я Адара. 30-я Адара это 30-я Адара первого Адара. В этом году два Адара. И начинается, вот сегодня как раз Новомесячье, да, Новый месяц. Теперь начинается первая мысль такая интересная, что один из предыдущих любающихся хребов. Да, давайте сейчас мы конкретно молимся, чтобы закончились военные действия моментально, чтобы больше ни один снаряд, ни одна пуля не принесли никому вреда, чтобы ушли, разошлись армии, все солдаты вернулись в свои места дислокации, к своим семьям, все пускай возвращаются, кто до этого момента дожил. И, значит, чтобы больше ни одна пуля, ни один снаряд, никого не убили. Вот в этой конкретной войне. Это первая наша молитва, чтобы этот урок был для этого. Второе, чтобы все те люди, которые пострадали, беженцы, миллион человек, представьте, миллион человек, это страшно, остались без жилья, без вещей, без работы. Это страшно, это просто непонятно, как жить. То есть я просто знаю, что происходит. Это просто невероятный ужас, когда города, мирные города разбомблены, и люди остались без жилья, без работы, без денег, без машин, без всего. И непонятно, что делать дальше. Поэтому вторая молитва, чтобы мир восстановился. И третья молитва, чтобы мы его ценили, чтобы мы прямо начали каждый день. Вот обычно человек живет, он говорит, ну живу я живу, вот у меня там работа, вот квартира, вот у меня. Ну мне нехорошо. Вот сейчас этот миллион человек, вернуть их месяц назад и сказать, хочешь обратно работу, хочешь обратно просыпаться в своей кровати. Я думаю, что все скажут, хочу, хочу, хочу. И начну ценить это. Вот я очень третья молитва, чтобы мы, когда мир восстановится, начали ценить и благодарить Всевышнего каждый день. И я сейчас как раз сидел, готовил вот такой вот псалом, 145-й псалом. Его надо читать три раза в день. Кто его читает три раза в день, это Ашра Йошвы Бесеха. Счастливый, находящийся в доме твоем. Да, это такой псалом. Три раза в день, кто его читает. Написано, у того есть гарантия, что у него есть доля в грядущем мире. Вот три раза в день нужно читать 145-й псалом и гарантия, что у тебя есть доля в грядущем мире. И там все понятно. Счастливый, сидящий в доме твоем. Просто когда ты с Богом даже сидишь и разговариваешь, уже это ты должен быть счастлив. Ты сидишь, с Богом разговариваешь. Значит, твоя душа к Богу прикреплена. Значит, твое я останется в вечности. Но уже радуйся. Чего тогда, чего расстраиваться. И вот мне кажется, что именно благодаря тому, что мы большинство людей в мире не ценили, даже проводили исследования, большинство людей в мире недовольны, и большинство людей в мире, больше половины, они с беспокойством смотрят в будущее. Хотя у них, в принципе-то, в настоящем нет оснований. Но они именно тем, что они все смотрят в будущее с беспокойством, вот эти вот пессимисты и беспокойщики, они, конечно... А потом что? А потом они говорят, а мы были правы. Вот мы были правы. Мой отец, Зихроноли Враха, покойный отец, он все время волновался и говорил, что надо там, надо что-то было там забраться с Украины, перевезти в Израиль. Я ему говорю, слушай, ну самое безопасное место, ну чего ты волнуешься? Он говорит, ага, нету безопасных мест. Он мне так говорил. И что сейчас он, конечно, ушел уже в тот мир, в лучший мир. Но я могу сказать, что он был прав. Он был прав. То есть... И вот этих вот... Но... Да, можно сказать, что он был прав, что все места беспокойные. Но... Теперь вот этот момент. Они... Все места становятся беспокойными, потому что есть много негативщиков, которые думают, что будет беспокойно? Или же... Вот если бы все были позитивные, все бы говорили, слава Всевышнему, все хорошо, все будет хорошо, значит, спасибо тебе, Всевышний, за то, что у меня есть, какие люди вокруг прекрасные. Если бы все были позитивные, были бы воины или нет? Я думаю, что не было бы. То есть тут вот именно те, кто негативные, они как бы... Они ведут в соответствии своим негативным представлениям представлениям от других, и из-за них как раз и реализовываются их предположения. Как есть известная история, когда Винни-Пух шел с Пятачком, и он его вдруг ударил. А Пятачок ему говорит, за что ты меня ударил, Винни-Пух, пожалуйста. За что? А Винни-Пух ему говорит, за то, что говорит, вот ты идешь, и всякую, наверное, гадость про меня думаешь. И он его ударил, потому что он предполагал, что Пятачок плохо про него думает. И в принципе все конфликты, они вот на этом базируются, на таком эффекте Винни-Пуха, что один думает про другого, что он думает про него плохо, в соответствии с этим начинает к нему относиться, и тот начинает к нему относиться плохо. Это как... Вот так оно работает. И то же самое со Всевышним, тот же самый закон. Есть такой закон, путь, по которому человек хочет идти, его ведут с неба. То есть у человека есть свобода выбора. Он выбирает. Он выбирает. Кто-то выбирает идти на войну, кто-то выбирает молиться за мир, кто-то выбирает ругаться на других, кто-то выбирает, наоборот, говорить о мире. Да, это выбор. Но тот выбор, который ты сделаешь, с неба тебя по нему ведут. То есть дальше все события разворачиваются по тому сценарию, который ты включил. Путь, по которому человек хочет идти, его ведут. Мы это знаем из истории с Белямом. Белям был такой... Он был пророк. И он был злодей. Бывает такое, что человек и знает, что есть Бог. И он все равно злодей. Суть его такая злодейская. И Белям к нему пришли как раз война. Тогда была... Тогда еще не было войны. Вот в том-то все и дело. Не было войны. Евреевский народ вышел из Египта и шел в землю Израиля, куда Всевышний сказал ему идти. То есть Всевышний его вывел из Египта, Всевышний сказал идти в землю Израиля. Шел, никого не трогал. И вот он подходит уже Мавитяне. И тут царь Мавитян, которого никто не трогал вообще. Никто его не трогал. Балак Бенцепор его звали. Балак... Такое имя у него было. Он, значит, посылает к этому Беляму, к пророку. И говорит, идет еврейский народ, хочет на меня напасть. Они не хотели на него напасть. Прокляни их. Белям говорит, я должен спросить у Всевышнего. Я пророк, я ничего не могу сделать, потому что Всевышний не хочет. Спрашивает он у Всевышнего. Вот пришли ко мне, приглашают меня проклясть. Всевышний говорит, не можешь ты проклясть того, кого я благословил. Не можешь. Все, нельзя тебе с ними идти. Белям им говорит, вы знаете, говорит, мне Бог сказал, что я с вами не могу идти. То есть, он не сказал, что нельзя проклинать. Он сказал, что именно с вами нельзя идти. Этот Балак, настойчивый такой параноик, который думал, что на него хотят напасть, он шлет других посланцев на переговоры с Белямом. И говорит ему, уже пришли более важные такие все, говорит, приходи, прокляни еврести народ, потому что вот тут тоже отсюда мы видим историю. Он говорит, сила их в молитве. То есть, сила их в том, что в их связи со Всевышним. И это самая главная сила на земле. Тут надо вот очень понимать, что поэтому наши молитвы, псалмы и так далее, они дают огромный эффект. Это знают все люди, любой там боец, он знает. Если не прет, то никакие тебе не помогут ухищрения. А если Всевышний дает благословение, если есть везение, то, что называется простым языком везение, то даже какой-то дурак может победить самого-самого там опытного бойца, потому что все, везет ему, прет. Теперь, значит, приходят вторые посланцы, приходят к Беляму, к этому колдуну. И он был в статусе пророка, у него была близкая связь со Всевышним, но он был злодей. Теперь, значит, он говорит, я должен опять спросить у Всевышнего. Обращается он к Всевышнему, Всевышний говорит, ну, если ты хочешь с ними идти, иди, но ты будешь все равно делать то, что я тебе скажу. То есть ты думаешь, что если ты уговорил, сильно хочешь, я тебя не лишу права выбора, ты можешь с ними идти, но все равно будет так, как я скажу. И Белям с ними пошел. И отсюда мы учим вот этот закон, очень важный закон. Путь, по которому человек хочет идти, его ведут. То есть Всевышний ему сказал первый раз, не иди с ними. А он все равно хотел пойти. Он говорит, ладно, иди, но все равно будет так, как я хочу. Так будет. В этой ситуации, в которой мы все находимся сегодня, то точно так же Всевышний управляет миром, но его решение в каждый конкретный момент зависит от нас с вами. Поэтому очень важно, о чем мы молимся. Или мы молимся, это такой лайфхак, многие спрашивают, как молиться. Значит, вот первое, мы читали 140-й псалом вчера. 140-й псалом, это об окончании войны, против войны. Там есть такие слова, что пусть злодеи, которые замышляют войны, пусть их яд на них прямо и пойдет. То есть те, кто замышляют, те, кто выбрали войну, те, кто хотят воевать, те, кто хотят воевать, конкретно нападать, воевать, стрелять, уничтожать и так далее, то пускай Всевышний их уничтожит. Мы молимся первое за это, 140-й псалом. И чтобы он, а хорошим, добрым людям, невинным людям, чтобы Бог дал спасение, чтобы он помог всем этим, которые сейчас беженцы, это страшно, это страшно, они без еды, без воды, они просто, ну, это страх, это просто ужас, что переживают люди, абсолютно мирные, невинные люди, чьи дома разбомбили, чьи города разбомбили, это страшно. И вот этот миллион человек, которые сейчас в поездах пытаются выбраться из-под огня, мы молимся, чтобы невинные люди не пострадали, это мы молились против войны. А 145-й псалом, вот я сегодня его размещу, 145-й это благодарность Всевышнему, благодарность, потому что мы уже сейчас должны благодарить Всевышнего за спасение, мы сейчас уже должны благодарить Всевышнего за то, что когда мы вернемся к мирной жизни, что как мы будем уже это ценить, насколько мы будем по-другому относиться к тому, что он нам дает, насколько мы будем благодарны и любить друг друга, уважать друг друга, насколько мы будем с радостью прощать друг другу мелкие какие-то мелочи, из-за которых люди раньше ругались в быту с близкими, с родственниками, из-за какой-то там пятна человек мог поругаться, или там ребенка наказать за какое-то пятно, а сейчас у него дом разбомбило, и он говорит, Господи, да пусть хоть весь дом будет в пятнах, да пусть хоть вообще, ну пусть стены будут вообще все в пятнах, но я хочу быть у себя дома, то есть мы по-другому будем относиться. Хорошо, значит все, теперь давайте чуть посмотрим, чуть посмотрим на идеи Торы, которые мы изучаем, то есть без изучения Торы, без того, чтобы воспринимать, знаете как, человек, его физическое состояние зависит от того, чем он питается, то есть он выпивает там 50 грамм алкоголя, например, да, и у него меняется восприятие мира, человек съедает там что-то, что ему вредно, он может заболеть и там вырвать, а если, то же самое с информацией, поэтому когда мы изучаем Тору, и получаем вот эти вот там слова псалмов, слова из Торы, святые вот эти вот слова, слова пророков, то мы наполняем свой интеллект, свое мышление вот этой вот интеллектуальной, чистой духовной пищей, которая соединяясь с нашим мышлением, она потом абсорбируется и становится человеком, то есть она прям заходит в клетки, в клетки тела на физическом уровне, и вот мы сейчас изучаем, есть книга «Обретение неба на земле», где очень собраны идеи, которые в основном собраны, это идеи любаческого рыбы, последнего, и вот здесь такая идея сегодня нам дается, в первый вечер Ханути, опять мы, видите, сразу мы вспоминаем о Ханути, когда маленькая-маленькая группа верующих евреев, которые были, действительно не были верующие, и верили в единого Бога, в Бога Творца Земля, мироздания, они победили огромную греческую армию, и освободили храм, то есть мы видим, что да, такое случается, это не первый, не в последний раз, и вот, значит, и мы празднуем это уже почти две с половиной тысячи лет, мы празднуем Хануку, и Ханука как празднуется? В первый день в Ханути зажигается одна свеча, во второй день две свечи, в третий три, четыре, пять, шесть, представляете, шесть свечей, семь свечей, восемь свечей на восьмой день, огромный свет, у меня, кстати, интересно, у меня на моем экране телефона именно восемь свечей Ханути, я очень, это для меня такой важный праздник, который показывает, что действительно не важно, сколько у тебя сил, важно, насколько ты близок ко Всевышнему, какие у тебя намерения, и если даже у тебя чуть-чуть сил, но у тебя правильные намерения, то Всевышний даст тебе и победу, и жизнь, и все тебе даст. Значит, какие идеи в этой книге приведены? Первая идея, что мы учим из этих восьми свечей, что каждый день добавляется по одной свече, первая идея, всегда растите, всегда находитесь в движении, совершив сегодня одно доброе дело, завтра совершите два, то есть больше, больше добра, больше света. Вторая идея, идите по жизни поступательно, постепенно, темпом, который вам под силу, не ждите, что завтра станете праведником, но не считайте, что сегодняшний шаг уже привел вас к точке назначения, то есть по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и, значит, мы двигаемся, двигаемся, двигаемся к повышению своей святости. Все. Теперь, дальше. Дальше, в сегодняшнем отрывке из Торы, из Пятикнижия, рассказывается, опять же, Бог говорил Моше так, он ему полностью все рассказал, пошагово, как ему делать, собирать мешкан, передвижной храм, скиния, да, переводят на русский, и, значит, он ему прямо объясняет еще раз, еще раз, как, что делать в деталях, 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 он ему объясняет, в первый, в день первого месяца, новомесячня, в первый день месяца возведи скинию шатра собрания, это будет ровно через месяц, в Рош-Ходыш-Ниссан, ровно через месяц, это первый месяц, и в этот первый месяц, как раз был возведен храм, вот у нас сейчас, сегодня начался самый лучший, самый радостный месяц, в котором наиболее проявлена поддержка Всевышним, всех хороших, добрых дел, месяц Адар, в этот месяц добро, всегда побеждает зло, то есть, это однозначно, это месяц, в который Аман, злодей Аман, назначил уничтожение еврейского народа, потому что седьмого Адара, Маше Робейну умер, седьмого Адара, кстати, мы будем через неделю праздновать Йорца, это годовщину смерти, Моисея Маше Робейну, но Аман, злодей, не знал, что в этот день он и родился, Маше Робейну и родился седьмого Адара, он жил 120 лет, он, в тот же день, в который он родился, он умер, и Аман думал, что этот месяц плохой для еврейского народа, потому что Маше Робейну в него умер, а оказывается нет, это оказался самый лучший, все перевернулось, это месяц, когда все плохое, все плохие события, которые вообще есть, они переворачиваются в хорошие, опять же у людей, которые блестят ко Всевышнему, добрые, хорошие, которые не нарушают волю Всевышнего, злодей не может надеяться, что у него в этот месяц ему повезет, наоборот, в этом месяце все злодеи, которые нарушают, мы определили, что добро и зло определяет только Бог, только Всевышний, и в Всевышний, в заповедях, в 10 заповедях, в 613 заповедях, в Торе, он определил, и это однозначно, неважно, к какой даже религии человек относится, все признают, 10 заповедей признают, все верующие в Бога люди, мусульмане, христиане, евреи, которые получили эти заповеди на горе Синай, то есть однозначно, убийцы, насильники, воры, грабители, люди, которые лжесвидетели, и так далее, все они, все они относятся к злодеям, и в этот месяц Всевышний даст всем добрым, хорошим людям, которые на стороне добра и борются со злом, даст победу, поэтому вот сегодня как раз все перевернется, я вам говорю, вот ждите, с сегодняшнего дня ждите чудес, прям сегодня, завтра, такие начинаются чудеса, что просто, если вы знаете чудеса, я как раз хочу сейчас делать пост, после урока, в инстаграме, в своем личном, да, что кто видел, наблюдался в последние дни, вот в эту неделю, последнюю войны, наблюдал чудеса Всевышнего, напишите мне, пожалуйста, я очень хочу сделать прославление Всевышнего, и показать всем об этих чудесах, как сегодня я увидел просто один пост, что одна женщина пишет, что высаживался десант со стороны Беларуси, и начался сильный ветер, и всех парашютистов в сторону Беларуси обратно унесло, и они не вступили в бой, то есть живые улетели обратно туда, потому что ветер, это чудо Всевышнего, это конкретное чудо Всевышнего, я хочу собрать вот эти вот чудеса, свидетельства, что Всевышний слышит молитву, Всевышний помогает, и вот с этого дня, с сегодняшнего дня начнется сейчас, просто вот вы увидите, чудеса на чудесах в сторону добра. Теперь, да, Сталин помер 5 березня, точно, Юрий Сахно заметил, и это было, Сталин помер в Пурим, как раз вот в этот месяц Адар, Сталин помер 5 березня, это был Пурим, и мой учитель Равыцких Зильберг, Захрана Цедихли в Рахау, он молился 3 дня без остановки, чтобы Сталин умер, то есть это прям конкретно, есть свидетельства, что когда у Сталина был в начале, то ли инсульт, что-то у него было, еще он, был шанс, что он выживет, он 3 дня молился, чтобы он умер и не выжил. Вот, и, значит, давайте собирать эти свидетельства, молиться, чтобы война закончилась, чтобы все добрые, хорошие люди остались живы, чтобы беженцы вернули свои дома, чтобы дома восстановились, потому что, ну, это просто не входит в голову, миллион человек остались без крыши над головой, это страшно, 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 и мы должны молиться, чтобы они могли вернуться домой, чтобы им было что кушать, что пить, и так далее. В Одессе, да, шторм 3 дня не могли десант высадить. Хорошо, теперь давайте Псалом, прочитаем Псалом, 145 Псалом, хвала Давида, Тейлали Давид, это как прославление Давида, царь Давид, он прославлял все время Всевышнего, значит, Арумимха Элуай Амелых, он говорит, буду тебя превозносить, поднимать тебя, буду всесильный Бог царя, Вааварха Шимхалю Ламвайт, и буду прославлять, и буду благословлять имя твое навечно, Бехулием Авархеха, каждый день буду благословлять тебя, Ваалеля Шимхалю Ламвайт, и буду прославлять твое имя, Леулам Вайт, вечно, навсегда, потому что, когда ты с Богом, ты вечный, Гадоль Адуной Мулаль Меот, велик Бог, и Мулаль, и прославляем очень, велик Дулато Эн Хеккер, и величию его, величию его, нету, Хеккер, нельзя даже исследовать его величие, настолько он велик, Дор Лидор, Ишабах Масейха, из поколения в поколение, будут прославлять твои дела, Угвара Сейха, Ядиду, и рассказывать о твоем могуществе, Адар Квот О Дыха, великолепие, великолепие, Адар Квот, великолепие, почета, славы твоей, я буду, я буду признавать, О Дыха, это я буду, благодарить тебя, и слова чудес твоих, слова о чудесах твоих, я буду рассказывать, вот я поэтому сейчас хочу собрать чудеса, я буду рассказывать, значит, о могуществе грозных дел твоих, будут все говорить, Угдула Сеха Асапрена, и о величии твоем буду я рассказывать, Зехар Арав Ту В Ха Я Бию, значит, память великой благости твоей буду произносить, Зехар Арав Ту В Ха Я Бию, в циткаско Иранену, и, значит, циткаско, это справедливость твою, буду воспевать, песню буду петь, Зехар Арав Ту В Ха Я Бию, в циткаско Иранену, буду воспевать, воспевать буду песни твои, так, значит, Ханун Верахум Адойной, милосерден Бог, Эрахапаем, он долго терпелив, Угдаль Хесет, и велико его милосердие, Това Денолаколь, добр Бог для всех, Верахама Вальколь Маасав, его милосердие на все его создания, на все его дела, Юду Хаденой Коль Маасеха, Десятое, благодарить буду тебя Бог, все творения твои благословляют тебя, буду благочестивые твои, славу царства твоего буду изрекать, говорить о могуществе твоем, чтобы возвести ценам человеческим о могущественных делах его, о славном великолепии царства его, царство твое, царство всех веков, владычество твое во всех поколениях, поддерживает Бог всех падающих и выпрямляет всех согменных, все глаза к тебе устремлены, ты даешь им пищу своевременно, ты даешь всем пищу их своевременно, открываешь ты руку твою, насыщаешь все живое по его желанию, праведен Бог во всех путях своих, благочестив во всех деяниях своих, близок Бог ко всем призывающим его, ко всем, кто призывает его в истине, желание благоговеющих перед ним исполняет, вопль их слышит, Бог и спасает их, хранит Бог всех любящих его, а всех злодеев истребит, 20-й отрывок, хранит Бог всех любящих его, а всех злодеев истребит, хвалу Богу изрекают уста мои, всякая плоть благословит имя святости его во веки веков, все, вот этот вот псалом сегодня читаем, 140-й псалом читаем, 145-й псалом читаем, чудеса Бога воспеваем и молимся, чтобы остались живы и хорошо себя чувствовали, все хорошие, добрые люди, а всех злодеев Бог истребит, все, хорошего дня, до завтра, ждем хороших новостей, обязательно, обязательно, обязательно.